Итак, победил Трамп. Давайте разберемся, как так вышло, и затем посмотрим, какие экономические последствия могут быть, и как на этом можно заработать. Как так вышло, что президентские выборы 2024 года от республиканцев забрал Трамп? Для этого нам нужно разобраться в конкурентах, в демократической партии США. Демпартия США, как и любая другая элитная группа, не монолитна. Она состоит из групп, из башен, как и Кремль. Основной влиятельной группой в демпартии является династия чиновников и административных управленцев, а также профессора вузов и главы НКУ типа Атлантического совета. На наши деньги — это такие наследственные бояре или номенклатуры КПСС. У них много административных возможностей по написанию законов и изменению правил игры. Но немного денег. Это в основном бюджетники, и у них мало технической экспертизы. Это условно-коллективная Хиллари Клинтон. Второй столб демпартии — это левые силовики. Не зря говорят, что Россия и США — братские народы, и у них всё точно так же. Итак, второй столб — это левые силовики. Это Пентагон, кирзачи. Это внешние армейцы, которые занимаются осваивать бюджетов. Ой, в смысле, отжимают нефть по миру. Ой, в смысле, занимаются проецированием ценностей свободных в страны с низкой демократией. Чтобы свободный мир мирно торговал между собой. Конечно же, в долларе. Вопротив, что ли? Также в эту группу силовиков входят интеллектуалы из ЦРУ и АНБ. Например, Бёрнс, директор Бёрнс. Это второй столб демократии — левые силовики. Третий столб — это старый северный Уолл-стрит. И Нью-Йорка. В противовес молодому южному эспубликанскому Уолл-стриту в Майами и Флориде. Туда есть более молодые финансовые семьи и олигархи. Кому претят и СДЖИ, и прочие извращения. Так вот, северный Уолл-стрит представляет собой в основном Соломоны. Это владеют Гудлбан, Саксом и Даймоны. Это Дж.П. Морган — крупнейший банк в мире. Финки — это Блэк-Рок, крупнейший инвестфонд в мире, опять же. Гроссманы, Леви, Воловицы. Банкиры и финансисты. Так исторически сложилось, что они чуть хуже относятся к реднакам из республиканцев. Они зависят от фискальной и налоговой политики, поэтому вынуждены дружить с коллективной Клинтон. И по совпадению довольно лояльно относятся к Израилю. Так совпало. Четвертый столб демократии — это Левый ВПК. Это всевозможные Боинги, Локхит Мартины, Космос, НАСА. Бостон Дайнамикс — это те, кто строит свободные демократические бомбардировщики, истребители-авианосцы. Плотно сидят на наглых контрактах и вынуждены дружить с коллективной Клинтон опять же. И пятый столб — это Калифорнийская Кремниевая долина. Это кузница стартапов, проект высших, проект профессуры и денег ВПК. И подсобсидии от коллективной Клинтон. Также традиционно демократические левые, потому что развиваются на их деньги. И стараются быть хорошими мальчиками, дружить с Клинтоном. А всяким маскам, которые сбегают с плантации, остается только проветь и уезжать в Техас и Флориду. Вот примерно такой Пентакль из себя представляет демократическая партия США. И все бы хорошо. Казалось бы, мощный блок, разнообразные экспертизы, деньги есть, административный ресурс. Но у основного столпа, у коллективной Клинтон, произошло головокружение от успехов. Чиновники демпартии начали закручивать гайки финансистам, Кремниевой долине, производственникам, ВПКшникам, силовикам еще до того, как смогли победить Трампа. Коллективная номенклатура решила, что не нужно ждать сразу, а сразу можно получить деминирующую позицию и все рычаги влияния. И принудить всех к покорности. Они затащили закон, который может угрожать и селективно душить нужные компании, запрещая им повышать цены под видом борьбы с инфляцией, которую бы якобы вызвал Трамп. ВПКшники загрустили. Коллективная Клинтон начала так же трясти антимонопольным законодательством перед Гуглом, Экрософтом, Инвидиа, Амазоном. Мол, какие-то они недостаточно рыночные, надо бы их раздербанить, как стандарт Уэлла Рокфеллера. А то что-то они там умники сидят в своих вачучках на деньгах, уважаемым людям из партии не кланяются трепетно. Надо бы, чтобы народичка жил построже. Это единственное, кстати, место, где Россия совершенно не похожа на Штаты, у нас такого категорически нет. Собственно, олигархи Кремниевой долины от таких раскладов заерзали. Далее, номенклатура предложила ввести налог 25% на нереализованный доход от роста акций. Грубо говоря, вы стартапер, без выходных отпусков годами работаете, получаете свои акции, условно, Амазона, как бы бесплатно. Сижу, не работаете. И вот к вам приходят, к Безосу, и говорят, выставляют счет размером в четверть всего вашего благосостояния наличными. Заплатите до конца фискального года, пожалуйста, кассовым там. Безоса закономерно развернул свой ваш пост за Трампа, примерно так же, как и остальные. Более того, не минуло это и силовиков. Директору ЦРУ Бернсу обещали кресло в Сенате по итогам выбора Байдена, когда за то, что он помогал душить историю с ноутбуком Хантера Байдена и в целом помогал с выборами. И Байден был выбран. Но его шкваркнули. Кресло не дали. Мол, потерпит. Бернс, недолго думая, начал сливать причастность США к подрывам северных потоков. Молодец. И эта особенность американской свободы интересная. То есть, абсолютная уверенность Клинтонской КПСС в том, что они здесь власть, несмотря на отсутствие денег и медиа, в том, что они знают, как правильно жить и кто должен поделиться, а не то мы раскулачиваем. Ну, примерно ничем не отличается от наших африканских любителей военного коммунизма и им сочувствующих. Реальность оказалась такова, что старые деньги, нефтянка, олигархи Кремниевой долины, ВПК, силовики тупо отказались принимать униженную позу перед Клинтоном и решили рискнуть своими деньгами и свободой. Отказались банить Трампа во всех соцсетях, а даже наоборот, развернули свои рупоры за него. Там, газеты, твиттер, всевозможные интервью с Маском, Джороганом и так далее. You name it. Надеемся, что Трампа не постигнет случайная трагедия, как Кеннеди. В общем, так Трамп победил. Что же победы Трампа значат для нас? Какие политики будет принимать Трамп? Что нас ждет, как российских инвесторов? К сожалению, Трамп влатилен, как цена биткоина перед выборами довольно непредсказуема. Владимир Владимирович не зря сказал, что товарищ Камала для нас выгоднее, потому что политика Демпартии и Камала КПСС нам в целом понятна. Это вечная война и эскалация доллара и глобализация. А Трамп влатилен. На момент записи Трамп взял президентство, взял Сенат и highly likely возьмет хаос. Что это значит? House of Representatives это что-то вроде нашей Думы. Они составляют федеральные законы и выставляют их на рассмотрение Сенату и президенту на подписание или вето. Сенат состоит из сенаторов от штатов по 2 от каждого штата и того 100 человек на 50 штатов. Они занимаются голосованием за федеральные законы, объявляют войны, подписывают перемирие, могут сделать импичмент президенту. Сенат и хаос составляют Конгресс или съезд. Также Сенат отвечает за выделение бюджетов на хотелки хаоса и президента. Отвечают за печатание денег. И, наконец, президент Соединенных Штатов Америки это глава страны, его власть заключается в внешней политике и торговой политике. А также он подписывает или накладывает вето на федеральные законы, которые предоставил Конгресс. А Трамп забрал президентство, Сенат и, скорее всего, заберет хаос. Это значит, что все хотелки республиканцев будут подписаны и на них напечатаются деньги. Какие же политики ожидаются к принятию? Аналитики голландского Робобанка считают, что во внутренней политике Трамп будет поступать так, как и обещал. Снизить налоги на корпорации визлица, отменить льготы на электрокары, демократы сильно лоббировали электрокары в частности и зеленую повестку в целом, потому что среди спонсоров демократической партии довольно много владельцев компаний и зеленой энергетики. А в донорах республиканской партии наоборот много старой нефтянки и бензиновых автомобилей. Также ожидается, что Трамп остановит завоз нелегальной миграции. Демпартия завозила... Злые языки говорят, что демпартия так завозила себе голоса, а Трампу не нужна дешевая и безработная криминогенная рабочая сила. Рабочих мест и так недостаточно, а ему еще страну реиндустриализировать. Ребята считают, что Трамп ведет тарифы на ввозимые товары, как обещал, в районе 10-20%, чтобы сделать импортные товары дороже, чтобы сделать внутренние товары выгоднее, чтобы стимулировать внутреннюю индустриализацию и рост производства, ну и рабочие места. Для реиндустриализации и стимулирования спроса доллар будет печататься как никогда раньше, скорее всего. Можно ожидать долларовую инфляцию, ускоренный рост американских активов. Примерно так, как консервативная внутренняя политика ожидается от президентства Трампа. Также Трамп, скорее всего, будет продолжать насаждать политику в Европе, закрой европейский завод, чтобы открыть американский завод. Продолжит отжимать, ой, в смысле, релацировать производственные мощности и специалистов к себе в Америку. В частности, поэтому европейские активы в ближайшие годы выглядят ну крайне мало перспективно. Кроме разве что какого-то тяжелого влюкса вроде Луи Виттона, Феррари и швейцарского Ричмонда, это Кортьер, Ван Клифф или парижского Керинга, это Гуччи, Сан-Лорен. Но европейская реакторика сейчас крайне токсичная, инфраструктурные риски крайне велики. Отожмут бабки. Также Трамп исторически не любит НАТО. Считает, что США засаживают туда слишком много денег, которые могли бы пригодиться внутри страны для индустриализации. или хотя бы на Израиль потратить. Также подразумевается прекращение финансирования Киева. Ожидается. Однако, по Украине Трамп для нас далеко не идеальный вариант. Как уже говорилось выше, Трамп крайне волатилен. почему это плохо? Это плохо тем, что ненулевую вероятность стал составлять не только хороший, но и довольно плохой для нас сценарий. Какой? Примером плохого сценария может быть, например, что чтобы не проотвечаться и решить украинский вопрос за 72 часа, Трамп вступает в полномочия 20 января 25-го года. 20 января 25-го года. И чтобы не проотвечаться и мной не прослыть марионеткой Путина, Трамп может быкануть и, например, перегрозить Москве, что поставят Киеву томогавки или ядерку. если мы не договоримся на его условиях. Вот. Однако, с другой стороны, Трамп всю дорогу транслировал своим республиканским спонсорам, что ядерная война это плохо. И в целом Трамп как бизнесмен умеет договариваться, в отличие от коллективной Клинтон КПСС, учение которое истинно, потому что оно верно. И хорошим примером договороспособности Трампа может быть, например, заморозка другого прокси-конфликта между Россией и США в Сирии в 2017 году. По итогам договоренностей мы, Россия, оставили у власти Асада и, де-факто, заявили возможность, заявили право вето на то, кого американцы убивают, как Каддафи, а кого выводят на трон на Ближнем Востоке. Уверен, в эстаблишменте это вызвало натуральное бешенство. Как-то так мы же тут власть. Мы оставили Асада, а Америке же под контроль досталась та часть Сирии, где есть хотя бы какая-либо нефть. Нам же осталась часть Сирии, которая представляла себя, грубо говоря, просто мусорпрудами. Но так конфликт был заморожен. И даже администрация Байдена не смогла ничего с этим сделать, с этими договоренностями. Несмотря на любовь Дипстейта к переворотам и кипкам во внешней политике. Обе стороны и Россия и США решили о таком компромиссе больше не вспоминать. И Сирия просто исчезла из мировых СМИ. Хороший компромисс это компромисс, о котором все участники договоренностей стараются не вспоминать. Также в пользу российской переговорной позиции по СВО играет такое свойство администрации Трампа как произраильскость. Даже чуть больше, нежели у демократической партии. В силу как наличия финансовых произраильских доноров, так и семейных и личных отношений Трампа. Израиль для администрации Трампа на порядке важнее Украины. И в случае разговоров о передаче условных томогавках в Киев есть возможность появления каким-либо образом у Ирана или хуситов российских сверхзвуковых кинжалов. Кажется, что это будет довольно весомым контраргументом за деэскалацию и мир. Итого, есть прецедент с Сирией, того, что Путин и Трамп умеют договариваться и есть неплохая переговорная позиция. Надеемся, что все идет к успешному для нас завершению СВО. Теперь поговорим про нефть как потенциальный бенефициар политики Трампа. Несмотря на то, что в ходе ралли Трамп обещал своим избирателям снижение цены на бензин за счет наращивания бурения американского сланца объективно аналитики сходятся к тому, что крупнейший нефтяной бассейн пермянский американский будет иметь пик добычи в районе 26-го года, а затем стагнация и упадок объемов добычи. Физически он будет заканчиваться, а новых месторождений у штатов нет, потому что разъедку и добычу из-за зеленого безумия деньги не инвестируют буквально десятилетиями. Плюс сокращение льгот на электрокары, плюс увеличение спроса на нормальный бензин в автомобиле, плюс задача рейдерстеризации страны, которая подразумевает не уменьшение, а очень также увеличение спроса на бензин и на нефть. Неплохо будет спонсором нефтяником, но никак не электроатум. Итого, для держателя нефти и нефтяных активов это означает только хорошее рост спроса на нефть при сокращении производства. Если у вас появилось желание прикупить Газпром нефть с Роснефтью, а чтобы ближайшее десятилетие получать дивидендные экспортные дивиденды, нефтяные экспортные дивиденды, вы не одиноки. Благо, они наконец обзавелись теневым флотом и спокойно развозят нефть по миру. СВО и нефть разобрали. Давайте теперь поговорим о Трампе и Китае. Так как Трамп, скорее всего, будет финансировать реиндустриализацию Америки и стимулирование внутреннего спроса печатая доллара, доллар неизбежно будет инфлировать. Также гениальная политика британки и дип-стейта по отжиму российских активов. Этот прецедент навсегда подорвал отношение к доллару в мире. Мир стал не быстро, постепенно, но дедоларизироваться. И Америке всеми силами придется бороться с восходящим Китаем и его юанем как новой мировой валютой. Ожидается, что помимо стопроцентного налога на китайские электрокары, Трамп также ведет 50-процентный тариф на все китайские товары, а также будет накладывать санкции на тех, кто покупает китайские товары и пользуется юанем вместо доллара в международных расчетах. По сути, это закрытие рынка Америки и персональные американские санкции за любую торговлю с Китаем и в юаня. Для Китая это очень больно экономически. Такие перспективы мировой борьбы с юанем по уровню агрессии экономической и в целом по уровню угрозы национальной безопасности для Китая сравним с вступлением Украины в НАТО для России или с союзом Турции с Египтом и Ираном для Израиля. И чтобы пережить такое отжимание рынков в Китае скорее всего, чтобы не потерять свою экономику и не скатиться в индустриализацию, скорее всего придется включить юаневый печатный станок чтобы стимулировать внутреннее потребление деглобализация чтобы сохранить производство и в будущем все-таки выйти на какие-то рынки которые США не смогут закрыть санкциями и авианосцами там возможно Индия и Восточная Африка и в целом Африка юань будет инфлировать как и доллар а что же по рублю? У нас примерно то же самое идет вынужденное СВО и оно не бесплатное и семейная ипотека не бесплатная и стимулирование внутреннего спроса не бесплатное мы также подпечатываем рубли слава на Бюллине за то, что она справляется и сдерживает инфляцию в контролируемых рамках и доллар и юан и рубль валюты будут инфлировать и хранить капитал в наличке прямо скажем неразумно как и в облигациях даже валютных аргентинская или турецкая инфляция вполне реалистичны у всех сверхдержав но зато настает время товарных рынков нефть золото еда удобрения мир не сможет отказаться скорее всего от китайских товаров и у Китая неизбежно будут расти золотовалютные резервы но в первую очередь скорее всего купартия будет отдавать предпочтение золоту если в таких оскладах вам захотелось прикупить золото вы не одиноки вот график золота кстати жаль что российские золотодобытчики ведут себя сейчас довольно странно но надеемся они не придут в чувство кто-то даже дивизион объявил но пока к сожалению никого интересного не видно поэтому выбирается скорее всего лучше всего выглядит бумажное золото хороший ликвидный вариант это ТГЛД от ТБанка ГОЛД от ВТБ СБГД от СБР но прямо сейчас в золоте заложена какая-то премия за риск возможно риск гражданской войны в США но после выборов золото может выдохнуть и подупасть если так случится то есть уверенность что такой феномен будет временным и того время турбулентное берегите свою кукуху от осенне-зимнего депрессника и все будет хорошо до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...